Всем привет! Мы сегодня выходной день с Юрием Юрченко и с нашими детьми будем заниматься крутым делом. Мы наконец-то вскроем ливневки, в которых растут каштаны. Выкопаем их и пересадим на другое место. Дамир, посмотри, что там в решеточке внутри. Получина и сухие листья. Не сухие листья, это растет каштан. Вот первая же ливневка на площади, там растет живой каштан. Таких ливневок много, мы все их по памяти не помним, так что будем так обходить, которые поближе. И хоть что-то начнем с этим делать. Логично, что в яму лезет дрыщ. Здесь оказалось два каштана. Один чуть поменьше, один чуть побольше. Надо выкапывать. Смотрите, что прямо в ливневке нашел. Прямо детям сразу игрушка. Держи, Дамир. Это оказалось не так просто, поэтому технология такая. Лопату вкапываем максимально близко к корню примерно, как он расходится. И вот так вот нажимаем. И он выходит. Каштаны выкопали, но смотрите в каком состоянии ливневка. Вот это верх трубы. В теории вся эта труба должна быть открыта, чтобы полностью забирать всю воду, которая сюда попадает. А по факту все настолько закрыто, вот песком забито, что мы видим только верхний сегмент трубы. Сантиметров 30 надо полностью выбрать отсюда песок с этим мусором. Тогда будет ливневка работать максимально эффективно. Вот еще один и здесь все попроще. Здесь спускаться даже не надо будет. С комом земли не получилось, но хоть как-то. Нет, песок просто. Ливневка возле Союза забита вообще полностью. Мы даже не видим, где труба там начинается, где она вообще находится. Полностью подверг все в песке и в мусоре. Мы все пришли в Ерванский двор. Здесь пахнет шашлыками и каштанами. И пахнет каштанами вот с этих двух ливневок. Эти решетки прикипели, подзаржавели. Но тут есть специальный лайфхак. Пошла. Здесь один. И здесь. Такой с чахленьким корешком, да? Да. Здесь тоже ливневка забита. Вот труба. Она примерно на две трети засыпана песком. Она проходит вот в ту ливневку. Ну и там естественно такое же. То есть все ливневки, что мы сегодня открыли, работают не на полную эффективность. Просто из-за того, что забиты. Вот так проводит свой выходной день директор ЖКЦ. Пошли дальше сказать. Пошли. Мы сейчас с Юрой идем, рассуждаем, что сегодняшнее событие ценно не тем, что мы какие-то чахлые ростки каштанов достали, которые скорее всего не приживутся. А тем, что мы воочию увидели состояние ливневок. Их все надо чистить. Мы подошли к скейт-парку и здесь мы выбрали место, где временно будут наши эти саженцы. Просто посадим, посмотрим, если приживутся, то потом достанем их отсюда и пересадим туда, где это будет уже действительно нужно и будет спланировано. Здесь такие меленькие деревья уже посажены. И есть ямки, в которых были уже посажены деревья, но не прижились. Вот мы прямо в эти ямки сейчас посадим эти каштаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, я с кашлевую. Да, у нас, конечно, все не по науке, вода будет позже, яма не подготовлена, но суть здесь не в этом все-таки. Мы не питаем надежд, что саженцы приживутся, но как тест попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, держи, держи его. Первое дерево в жизни. Да, первое дерево же. Молодец. Насыпаем. Вот так вот. Насыпаем левицу. Насыпаем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем считать, что это тест. Все, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА